Михайлов по благословению Высокопреосвященнейшего митрополита Рязанского Михайловского Марка доставил ковчег с частицей мощей святителя Луки и романах Амбросий Игнатов, насельник Преображенского монастыря Рязани. Встреча была желанной и радостной. Мы сегодня встретили в нашем храме, в Архангельском храме города Михайлова великую святыню мощи святого исповедника, святителя, то есть владыки святого Луки Крымского. Кого? Луки Крымского? Приложишься к ним? Я тебя подниму. Давай. Давай. А теперь поцелуй. Давай перекрестись еще. А ты с кем пришел сюда? С кем? С бабушкой пришел. Торжественная встреча ковчега с частицей мощей святителя Луки и воина Есенецкого состоялась 26 октября 2019 года. К мощам приложились в этот день около ста человек. В Митрофаневском пределе Архангельского храма Михайлова Протерея Вячеслав Штанько отслужил молебен. Его жизнь – это целая вселенная. Если внимательно ее прочитать, то там увидеть можно столько подвигов, столько таких вот эпизодов жизненных, жизненных линий каких-то, которые пересекаются с житиями многих и многих святых православной церкви, начиная от первых времен со Христа и до последних времен. Святитель Лука был и семейным человеком, и воспитывал детей, был и врачом, был он и солдатом, был очень и сострадательным, и милостивным, и как мученик настоящий претерпевал за Христа различные мучения, и при этом никогда не унывал, в любой ситуации ни на кого не обижался, и всегда его сердце горело любовью к Богу и к ближнему. Милый святитель от Челухола, все гадатели, Боже, снится Твоя, всюду до связавшей мы же, волосели Твоему подражать и хотящая, Бог им не желает Тебе, радуйся, лучу любви Божией, радуйся, сокровища и милосердия, вашего неистащимое, радуйся. От Бога профессор и епископ Лука Бойна Есенецкий при жизни спасал людей, проводя уникальные сложнейшие операции. Живший в XIX веке врач и православный пастырь подвергался тяжелым гонениям. Он провел долгие годы в ссылках, написав там очерки гнойной хирургии, книгу, которая стала настольной для врачей последующих поколений. Прославленный в лике святых Лука Крымский и сегодня помогает людям. И вот впервые мощи святителя Луки прибыли в Михайлов. Эта уникальная возможность приобщиться к величайшей святыне теперь предоставилась и всем михайловцам. То ли сверху рождаюсь, то ли вера приходит в свое время. Она может крепнуть. Изначально просто верим. Потом крепче верим, потом еще больше верим. Мощи святого открыты для поклонения ежедневно. С 26 октября по 6 ноября 2019 года с 8 часов утра до 18 часов вечера. В эти дни в Архангельском храме будут совершаться молебны с чтением Акафиста святителю Луке. Он перед Великой Отечественной войной был посажен в темницу, в заточение, за исповедничество веры Христовой. Когда пришла война, он сам просил, чтобы его простым врачом отправили на фронт, на самую передовую, чтобы там помогать своими знаниями. Во всеблаженно исповедниче святителям, Отче наш Луко, Великим Водниче Христов, с умилением приклончив колено сердце нашим, припадай ко святому... Святитель Лука уникальный святой. В его жизни было все. Он был жертвой репрессий, провел в ссылке больше 10 лет. Святитель сражался за жизни тяжело раненых бойцов на полях сражений Великой Отечественной войны. Без сна и отдыха, не отходя от операционного стола, он возвращал к жизни сотни людей. И никогда не отказывался от Бога. В 1995 году владыка Лука причистен к лику святых, украинской, а в августе 2000 года и русской православной церковью. К этому святому верующие обращаются с тяжелыми и трудноизлечимыми болезнями. Но не только. Святитель Лука доносит горячую молитву до Господа, видя упований страждущих, призывающих его на помощь в трудной жизненной ситуации. По искренним молитвам верующих Господь посылает исцеление от многих болезней и помощь благодаря заступничеству святителя Луки. Приходите с 8 до 6 вечера, до 6 ноября будет храм открыт для того, чтобы можно было прийти поклониться. Ежедневно будут читаться акафисты, регулярно будут совершаться водосвятные молебны, где можно будет подать записочки, чтобы помянули, взять воды, и чтобы молитвами святителя Луки, освященную воду, благодатью Божию, мы бы взяли бы и приняли в исцелении душ и телес наших. Аминь. Не надо ехать в Крым далеко, а сам святитель Лука... Наталья Быстракова, Александр Каратаев, Евгений Быстраков. Специально для Михаила Вторая. Специально для Михаила Вторая.